Добрый вечер на телеканале ОРТ. Новости дня в студии Татьяны Кирдина. Партнер программы – ювелирный альянс «Изумруд». Самые желанные подарки для него и для нее из золота и серебра лучших ювелирных заводов России по доступным ценам. Рассрочка без участия банка. Подарочный сертификат с гибким номиналом. А сейчас коротко о главных темах выпуска. Пилот разбившегося Ан-148 вышел в рейс без разрешения врачей. Согласны ли авиакомпании с этой версией? Смертельная авария на трассе с пассажирским автобусом. Причины автокатастрофы уже озвучены. Испытание для верующих. У православных начался Великий пост. Чего не стоит делать в ближайшие дни. Трагическая ночь в Кувандыке. Во время пожара мужчина погиб в собственном доме. Владивосток за 2000, Севастополь за 200. Оренбуржцы боятся новых денег. Стоит ли опасаться подделок? Самбо в школу. Оренбуржья присоединилась к всероссийскому проекту. Мы продолжаем следить за событиями, связанными с авиакатастрофой, которая произошла 11 февраля. Сегодня в восточной столице нашей области минутой молчания почтили память пассажиров, погибших при крушении Ан-148. Акция памяти началась ровно в ту роковую минуту, когда самолет ударился о землю. Это произошло 9 дней назад в 16.27. 9 дней скорби и горя. 11 февраля 2018 навсегда войдет в историю Оренбургской области как самая трагическая дата. Акция, посвященная жертвам авиакатастроф в Подмосковье, проходит в Орске в сквере Славы. Без лишних слов, без долгих выступлений и митинга. Горожане зажигают свечи в памяти пассажиров разбившегося самолета. Катастрофа переплела судьбу многих семей, трагически объединила поколения. В Орском сквере Славы не только взрослые, но и школьники. Они пришли сюда, чтобы вспомнить своего товарища. Мальчик погиб, возвращаясь с Олимпиады. Он был среди пассажиров злополучного рейса Москва-Орск. Всего 71 человек. Ровно столько белых шаров взлетают в февральское небо, как символ вечной памяти о каждой разбитой жизни. 16.27. Роковое время для пассажиров Ан-148. Сегодня минута в минуту. Спустя 9 тяжелых дней скорби Орские улицы оглушили сирены. В акции памяти приняли участие десятки горожан. Они принесли с собой цветы, фотографии погибших и игрушки. В памяти троих детях, чьи жизни оборвались в авиакатастрофе. В Оренбурге искренние соболезнования продолжают приходить со всего мира. Сегодня также стало известно о начале первых выплат материальной помощи семьям погибших. Об этом сообщает в региональном правительстве. Средства выделены из регионального резервного фонда. Каждая семья получит по 1 миллиону рублей. На данный момент произведено две выплаты, другие в процессе перечисления. Сразу после трагедии был открыт и благотворительный счет. На него поступают деньги от жителей практически всех регионов страны. Реквизиты фонда вы видите на своих экранах. Добавим, поисковые работы на месте крушения Ан-148 завершены накануне. Всего со дня трагедии спасатели, оперативники обследовали площадь в 50 гектаров. Все найденные обломки отправлены на экспертизу. Ряд СМИ сообщает, что возможной причиной падения судна мог стать непрофессионализм летчиков. Якобы у командира лайнера была просрочена медицинская справка. Эту информацию опровергли в саратовских авиалиниях. По их информации, Валерий Губанов вышел в рейс с заключением врачебной летной комиссии от 9 февраля. То есть всего за два дня до катастрофы. С минуты молчания в памяти погибших при крушении самолета сегодня начались и рабочие встречи губернатора Юрия Берга с общественностью. Глава региона продолжает поездки по области. Сегодня Юрий Берг работал на востоке Оренбуржья. Первый пункт рабочей поездки губернатора – Медногорск. В зоне внимания глава региона городская поликлиника, в которой идет реконструкция в рамках социального партнерства. Еще одна задача – встреча с общественностью. Она проходит в обновленном кинотеатре. Капитальный ремонт здесь был проведен в 2016-м. Перед важным диалогом власти и местных жителей все присутствующие вспоминают погибших в Подмосковье 11 февраля. Губернатор области делится с местными жителями достижениями региона. Одну из главных областей пятерки лидеров – по реализации масштабной федеральной программы формирования комфортной городской среды. Рабочая поездка главы региона продолжается визитом в ГАИ. Здесь проходит рабочее совещание по развитию моногородов. Главам моногородов поставлена задача уделить особое внимание социально-бытовой инфраструктуре и работе с бизнесом таких территорий. Также и жители ГАИ не остались без внимания губернатора. Людей больше интересовали личные вопросы. Сообщить о своей проблеме главе региона для многих залог того, что они будут услышаны. Вопросы разные – от онкологической помощи до состояния дорог. Сегодняшний день начался сообщение об автокатастрофе на трассе Бугульма-Самара. Столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Сейчас эксперты продолжают устанавливать причины трагедии. Легковой автомобиль на скорости влетел в микроавтобус, в котором находилось 10 человек. В результате столкновения пассажирка отечественного авто скончалась. Водитель и ребенок 10 лет доставлены в больницу. Сейчас уже есть версия произошедшего. Восстановлено, что водитель автомобиля «Лада Приора», совершая обгон автомобиля «КамАЗ», допустил с ним касательное столкновение и выехал на полосу встречного движения. После чего водитель легкового автомобиля допустил лобовое столкновение с пассажирским автомобилем «Форд Транзит», в котором находилось 10 пассажиров. К другим темам выпуска. Предвыборная кампания по выборам президента России вышла на финишную прямую. Начался период агитации в средствах массовой информации. В течение месяца телеканал ОРТ будет транслировать теледебаты зарегистрированных кандидатов. В конце недели состоялась жеребьевка по распределению платного и бесплатного эфирного времени. И с сегодняшнего дня будут проводиться дебаты между доверенными лицами зарегистрированных кандидатов. До 16 марта, то есть до 0 часов предшествующего дня голосования, с программами кандидатов можно будет познакомиться на телеканале ОРТ. В центре внимания вопрос о развитии экономики, ситуации на селе в сфере предпринимательства, демографии и социальной. Ежедневно в рабочие дни 18.10 вы можете посмотреть запись бесед с гостями студии. Первые дебаты можно увидеть 20 февраля. Стоит отметить, что часть эфирного времени кандидаты могут использовать для дебатов, а другую для кандидатов и их агитационных материалов. И в продолжении темы. В преддверии выборов особое внимание к молодым избирателям. С сегодняшнего дня и до 18 марта в регионе будут проходить встречи со студентами колледжей и техникумов. Главная задача – напомнить молодежи об избирательном праве и рассказать об особенностях приближающихся выборов. Молодых людей уже начали посвящать в избиратели и вручать свидетельства. Как проголосовать, какой избирательный участок именно ваш и все нюансы процесса воли изъявления в доступной форме рассказывают 18-летние. Тем, кто впервые получил возможность голосовать. А в Оренбурге молодые избиратели вручили свидетельства и брошюры с текстом Конституции Российской Федерации. Очень понравилось. Вручили Конституцию Российской Федерации. Я очень рад. Я пойду голосовать. Я и в детстве хотел пойти голосовать. Я считаю, что это мой долг выбрать главу государства, который будет вести нас вперед. Такое внимание к молодым избирателям не случайно. Уже скоро развитие страны будет зависеть от молодых людей до 30 лет. И тех, кто сейчас учится в школах, гимназиях и лицеях. Поэтому очень важно, чтобы они понимали, что участие в выборах – это не просто возможность выразить свое мнение, но и осознать ответственность за решение. Мы поддерживаем молодежь с говоримым гражданскому долге, что они должны голосовать. И впервые голосующие, мы не только сегодня вручим свидетельств, но когда они придут на избирательный участок, впервые голосующие, мы даем всегда или сувениры. Вот в этот раз мы хотим вручить билеты в кино. С сегодняшнего дня у православных верующих начался Великий пост, самый строгий и продолжительный. Это важнейшее время для очищения души и тела, подготовка к встрече главного церковного праздника – Пасхи. На протяжении всего поста в храмах будут проходить особые богослужения с покаянными молитвами. Традиция предполагает Великий пост ограничений в принятии пищи. Верующий воздерживается от употребления мяса, молока, яйца и рыбы. Однако пост – это отказ не только от определенных продуктов, но и от всех вредных привычек и увеселений. Это время усердных молитв и покаяний. Первый день Великого поста в народе называют «Чистый понедельник». Считается, что получив накануне воскресенье прощения за искреннее раскаяние в грехах, душа готова войти в период испытания и очищения. Принято также в доме сделать генеральную уборку, избавиться от лишних вещей. Первая неделя Великого поста, так же, как и последняя страстная седмица, считаются самыми строгими. Вместе с телезрителями и благотворительным фондом «Наши дети» мы можем оказать помощь маленьким оренбургцам, страдающим тяжелыми недугами. Сегодня расскажем историю двухлетней Ангелины. Проблема в том, что девочка не может есть то, что едят обычные дети. Обеспечить ее особым питанием теперь не по силам маме. На днях в семье произошла трагедия. Умер отец Ангелин – единственный кормилец. О том, что можно сделать для двухлетней девочки, чтобы облегчить ее страдания, расскажет Анна Золотухина. В село Никольское в скромном доме ютится скромная семья. Теперь их только двое – мама и дочка. Малышка родилась недоношенной и с первых дней боролась за свою жизнь. Спустя полгода, когда Валентина начала вводить прикорм ребенку, овощные, фруктовые пюре, каши, стала замечать беспокойство девочки. Ее стали мучить боли в животе. Врачи поставили диагноз – дисфункция кишечника и пищевая аллергия. С тех пор здоровье и развитие Ангелины зависит от соблюдения строгой диеты и режима питания. Приготовленные в домашних условиях мясо и овощи обрекают малышку на мучения. Не как у многих детей просто высыпание, а именно у нее гастроинтестинальная форма. Начинаются сильные боли в животе, воспаление. Кишечник воспаляется до того, что сгустки крови оттуда начинают выходить. Отказывается начинает от еды, при этом смотрит голодными глазами, хочет кушать. Начателем обследования в Москве столичные специалисты подобрали рацион питания, с учетом того, что усваивает организм Ангелины. Это дорогостоящая смесь аминокислоты, овощные пюре в баночках, каши определенного производителя. Прием пищи у девочки дробный каждые два часа. То, что необходимо купить ребенку для питания, в месяц выходит в неподъемную для мамы сумму 25 тысяч рублей. Семье пришлось влезть в долги, из-за чего, уверена Валентина, сердцем мужа не выдержала. Девять дней назад потеряли единственного кормильца, еле сдерживать слезы мамы Ангелины. Питание по нашему законодательству после годика не положено, даже лечебное. Вот эта вот смесь, она лечебную же получает. Говорят, что нужно, чтобы у нее развилась дистрофия. Оставшись без кормильца и в долгах, Валентина обратилась за помощью в благотворительный фонд «Наши дети». А через него к неравнодушным оренбуржцам. Если и у вас, наши телезрители, есть желание и возможность помочь в приобретении питания для маленькой Ангелины, можете это сделать любым удобным для вас способом. В разделе «Помочь» на сайте «Наши дети». Поможем Ангелине расти здоровой и счастливой. Анна Золотухина, Константин Воробьев. Новости дня. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Вот что вас ждет во второй части выпуска. Трагическая ночь в Кувандыке. Во время пожара мужчина погиб в собственном доме. Владивосток за 2000, Севастополь за 200. Оренбуржцы боятся новых денег. Стоит ли опасаться подделок? Самбо в школу. Оренбуржье присоединилось к всероссийскому проекту. Это новости дня. Мы продолжаем. Середина февраля не порадует оренбуржцев снегопадами. По прогнозам синоптиков, лишь в середине недели ожидается небольшой снег, а к выходным понижение температуры. Как говорят метеорологи, зима сдавать свои позиции пока не собирается. Теплый атмосферный фронт, который накрыл наш регион, пройдет по Оренбуржью с запада на восток. Он принесет небольшой умеренный снег. Ветер усилится. Но температурный фон, говорят синоптики, будет вполне комфортно. А вот из опасных погодных явлений в середине недели на востоке области ожидается туман и изморозь. Ночью столбик термометра опустится до минус 13 градусов, местами до минус 21. Днем минус 2, минус 7, местами до минус 12. Но к выходным погода изменится. С севера к нам приблизится область повышенного атмосферного давления, заполненный холодным арктическим воздухом. Поэтому облаков станет меньше, осадков соответственно тоже. Ветер повернет на северное направление, температурный фон начнет понижаться. В выходные температура понизится ночью до минус 17, на востоке до минус 22, днем минус 10, минус 15. С понижением температуры все чаще люди используют для обогрева дополнительное оборудование, что может привести к перегрузке электрических сетей, как следствие замыканию проводки. Спасателям нередко приходится тушить пожары, причиной которых стали нарушения в эксплуатации электроприборов. Также специалисты говорят, иногда к трагедии приводят и неосторожное обращение с огнем. Как это произошло в эти выходные на востоке области. В Кувандыке в пожаре в частном доме погиб мужчина. Еще одна женщина находится в реанимации. По уточненным данным, 68-летний хозяин дома уснул с сигаретой в руках. Это и стало главной причиной возгорания. Полыхающий дом первыми заметили патрульные полицейские. Они бросились на помощь жильцам. Как выяснилось позже, в момент пожара в доме находилось два пожилых человека. Когда я открыл вот эту дверь входную, дым немножко расселся, я смог фонариком просветить комнату. Увидел, что в конце комнаты лежит женщина головой к открытому пламени. Я ее смог оттащить на безопасное расстояние от открытого пламени сюда вот в сторону. Второго пострадавшего сразу обнаружить не удалось из-за сильного задымления. Мужчина на момент прибытия пожарных был уже мертв. Специалисты МЧС еще раз напоминают, что непотушенность сигареты очень опасна. Тлеющий пепел может спровоцировать стремительно растущее пламя. Если в Ковандыке смерть произошла из-за неосторожного обращения с огнем, то вот причины сильнейшего пожара на Салмышской областного центра следователям только предстоит выяснить. Напомним, тогда сразу стало известно о гибели четверых человек. Двое из них дети и еще пять пострадавших в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Однако сегодня врачи сообщили о смерти еще одного человека. За жизнь 25-летней девушки в ожоговом отделении боролись неделю. Однако спасти Оренбурженку так и не удалось. Информацию об этом на своей страничке в соцсети разместил председатель общественной организации Азербайджанской национально-культурной автономии Оренбурга Яшар Масимов. Он выразил соболезнования родным девушке и сообщил, что состояние остальных пострадавших крайне тяжелое. Напомним, что днем 12 февраля в многоэтажном доме Оренбурга произошел серьезный пожар. Погибли четыре человека, двое взрослых и двое детей. Пятеро госпитализированы. Некоторые поступили в больницу в состоянии клинической смерти. Медики делают все возможное, чтобы спасти пострадавших. К другим темам. 15 тысяч рублей штрафа заплатит предприниматель, который отказался принимать новую банкноту в 2 тысячи рублей. Этот случай произошел в Курске. Подобные ситуации случаются и в оренбургских магазинах. Так, например, за неделю в региональный Роспотребнадзор с жалобами на невозможность расплатиться новыми купюрами обратилось 26 человек. Деньги поступили в оборот в декабре прошлого года. У оренбуржцев не раз возникали затруднения с новыми купюрами. Были проблемы с приемом двухтысячных и купюр номиналом 200 рублей в банкоматах, а также в магазинах. Вид новых денег отличается от традиционных российских банкнот. Управляющий регионального Центробанка говорит, это купюры нового поколения. На них есть даже специальные насечки, чтобы люди со слабым зрением могли тактильно определить достоинство купюры. Специалисты уверены, новые деньги будут востребованы. Просто нужно время. Эти банкноты защищены и очень хорошо защищены. Наряду с некоторыми старыми признаками введены дополнительные средства защиты. Мне кажется, что на сегодня сам выбор вот этого ряда по достоинству, то есть 200 рублей 2000, очень хорошо дополнит действующий ряд банкнот. Зато карманники наверняка от купюр достоинством 2000 или 200 рублей точно не откажутся. Стать жертвой уличного воришки легко. А вот найти и вернуть похищенной практически невозможно. В Оренбурге по-прежнему фиксируются случаи карманных краж. По статистике, каждый четвертый житель России хоть раз в жизни становился их жертвой. Как не попасться на обман уличных аферистов, поясняла Анастасия Матвеева. Торговый центр. Одна из покупательниц оставляет тележку с вещами без присмотра. Женщина увлек товар на витрине. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в этот момент к сумке девушки подходит незнакомка. Всего несколько секунд, и в ее руках оказывается кошелек жертвы. Это типичный сценарий работы для карманников. Злоумышленников привлекает большое скопление людей, будь то общественный транспорт или поликлиника. Как совершал? В автобусах. Каким образом? Ну, там сумму взяли. Сколько забрал денег? Везде по разному. 12 тысяч. Чтобы защититься от аферистов и радолы новых, хранит деньги не только в кошельке. Рассказывает, основная сумма всегда находится в отдельном кармане. Тщательнее следить за вещами настало после того, как сама столкнулась с карманными кражами. На базаре вынули кошелек. В кошельке денег путем не было. А я постеснялась за 4 рубля бесплатно проехать. Бешком с зеленого базара все, что было такое. Жертвой уличного вора может стать каждый преступник. Выбирает человека, который отвлекся на разговор по телефону или читает объявления в автобусе. Даже о том, что в транспорте участили случаи карманных краж. Проходи к нему вперед, встань у него за спиной в шагах в трех. А ты что? Иди, иди, парень. Давай. Одна из самых популярных сцен задержания карманника. В жизни задача оперативника схожа. Вычислить толпе вора и поймать его с поличным. Правоохранители всегда работают группами. Аферисты, как правило, тоже выходят на дело не одни. Пока один злоумышленник и занят похищением, другой отвлекает внимание. Следует отметить также, что большая часть краж, вероятных совершений именно в выходные и праздничные дни, когда люди начинают посещать торговые комплексы, какие-то магазины. И зачастую просто относятся более беспечно и более невнимательно к своим вещам. В криминальной сфере карманник считается профессией. Есть и своеобразные специализации. Щипачи обычно выходят на кражу группами. Пока один занят похищением, другие отвлекают жертву, разыгрывая мини-спектакли. Трясуны. Они словно случайно сталкиваются с жертвой. При этом кошелек или мобильный вылетает из внутренних карманов прямо в руки к аферисту. Ширмачи или марафетчики прикрывают свои руки во время похищения. Например, курткой или газетой. Эти предметы служат своеобразной ширмой от посторонних глаз. Посадочные воры следят, где хранят деньги пассажиры автобусов. На остановке злоумышленники похищают добычу и тут же уходят. Прием, который часто встречался в воровской среде, резать сумки и карманы сейчас практически не используют. Правоохранители наглядно демонстрируют, как происходит факт кражи. Они кладут телефон в карман и, как правило, отворачиваются, обращая внимание на какие-то вещи. После этого, когда они поворачиваются, телефона уже нет. Поэтому здесь очень важно следить за своими вещами. И если они найдены, то возвращать их законному владельцу. Против ловкости рук есть только одно оружие – осторожность. В большинстве случаев пострадавшие сами дают возможность себя обокрасть. Анастасия Матвеева, Игорь Бероев и Владислав Горбунов. Новости дня. И к новостям спорта. Во время проведения в Оренбурге юниорского первенства России по самбо было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Оренбургской области и Всероссийской Федерацией самбо. Что это за документы, расскажет Анатолий Юденич. Оренбург уже не первый раз принимает соревнования по самбо всероссийского уровня. На турнир съехались сильнейшие юниоры и юниорки всех федеральных округов страны. Спортивный уровень поединков высочайший. Помимо кубков и медалей, на кону путевки на чемпионаты мира и Европы. Хозяева оренбуржца не остались без медалей. В первый же день бронзу завоевала солиличанка Елена Комур. Мы обратили внимание, как оживленную беседу вели губернатор Юрий Берг и глава российского самбо Сергей Елисеев. Предметом диалога, как выяснилось, стал новый всероссийский проект «Самбо в школу». За пример взята Япония, где дети в течение 8 лет изучают дзюдо. И самбо, наше национальное изобретение, должно выходить на новый виток развития. Сегодня третьим уроком физкультуры мы предлагаем детям заниматься самообороной. Все дети сегодня хотят активно заниматься нашим видом спорта. На уроке мы не учим бороться, мы учим только элементам самбо. Правильно научиться падать, хулиган на улице пристал, как освободиться от захвата. Вот этому мы обучаем детей на уроках физической культуры. Ну а если ему понравилось, то в этом же зале после уроков он может прийти к профессиональному тренеру и заниматься профессионально самбо. Все было решено оперативно, прямо по спортивному. На следующий же день после открытия турнира в 9 утра в Доме Советов было подписано соглашение о сотрудничестве правительства Оренбургской области и Всероссийской Федерации самбо. Тем более у нас есть все для прогресса. Отремонтированы и новые школьные залы. Популярность, традиции и успехи. Вчера мы, первые схватки были, наша девочка из Солилецка, такая вот, бронзовая медаль, третье место. И посмотрите, у нас ведь в области единоборства развиты, и самбо есть, и причем с хорошей давней историей. В Оренбурге, Бузулуке, Кувандыке, Солилецке. Ну практически в каждом муниципальном образовании есть. Посмотрите, если что, у нас 85% школ это сельские, и они малокомплектные, спортивные залы, вот они и есть. Нам надо сделать все, чтобы наши дети были заняты в первую очередь. Ну и, конечно же, вот такие инициативы мы поддерживали и будем поддерживать. Оренбурге становится 43-м регионом страны, в котором начнется работа по новому проекту развития самбо. Анатолий Юденич, Георгий Бурлузский, Игорь Бероев. Новости дня. В Оренбурге завершился финальный турнир юных хоккеистов на призы клуба «Золотая шайба». Эти соревнования проходят под патронажем полпреда президентов ПФО Михаила Бабича. В Ледовом дворце Звездного областного центра собрались четыре команды хоккеистов среднего юношеского возраста. Лучшие по итогам сначала районных, а затем зональных соревнований. Этот квартет и разыграл. Вне конкуренции оказались более обученные, чем остальные хоккеисты специализированные спортшколы Оренбурга. Они крупно обыграли всех соперников. Последних новотрайчан со счетом 9-0. А как соперник вообще? Ну, сильный, но мы держались как могли. Воротарь у нас вообще красавчик. Команда у нас дружная, никто ни на кого. Ну, когда кричим друг на друга, но потом извиняемся, почему не покричать на друг друга. Первый период не совсем хорошо отыграли, а второй и третий уже лучше разыгрались. И победили на классе. По завершении турнира команда победительницы и призеры были удостоены кубков, медалей и денежных сертификатов. Оренбуржцы, как и их более старшие коллеги с Первомайского района, будут представлять нашу область на всероссийском финале «Золотой шайбы» в Подмосковье. В заключении выпуска информация об отключениях. В связи с проведением ремонтных работ завтра в Оренбурге в некоторых районах города будет отсутствовать холодное водоснабжение. Завтра с двух часов дня до пяти часов 21 февраля будет отсутствовать холодное водоснабжение в районах, ограниченных улицами. Пятая линия, шестнадцатая линия, двадцать девятая линия и четвертая линия. Также восемьдесят первая линия, восемьдесят пятая линия и шестнадцатая линия. Подвоз воды будет осуществляться на пересечении улиц 25-й линии и шестнадцатая линия, а также пятнадцатая линия и десятая линия. Руководство Оренбург-Водоканала приносит жителям извинения за временные неудобства. Телефон информационно-справочной службы предприятия 37-00-00. На этом пока у меня все новости, а я передаю слово Анатолию Юдевичу. Он подробнее расскажет о спортивных событиях области. Всего доброго и хорошего вечера. Ювелирный альянс «Изумруд» представляет серебро радированное. Роди – самый драгоценный металл в мире. Им покрывают как золото, чтобы оно стало белым, так и серебро, чтобы оно не темнело и долго сохраняло свой благородный блеск. Роди превращает серебро в драгоценность. Во всех магазинах «Изумруд» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова